Здравствуйте! Францию объяла желтая лихорадка. Не та, что в свое время косила колонистов в Африке, а уличная, опасная в первую очередь для политического истеблишмента. Движения желтых жилетов бушуют почти месяц. По субботам на улицы выходят сотни тысяч человек, интенсивность встречи с полицией растет. Кого-кого, а французов протестными движениями, сожженными машинами и водометами не удивишь. Для революцион француз национальная традиция с 1789 года. Попытки отыскать руку Кремля в сегодняшних событиях довольно смешны, особенно если учесть, что началось все с уступлений против решения властей повысить налог на бензин. Решение это принимал, естественно, не Путин. Просто французский народ умеет, любит и не боится отстаивать свои права. Кстати, не он один. В конце ноября протесты перекинулись на Брюссель, сильно переполошив европейских чиновников. Нынешние акции ничем особо не выделялись бы, если бы не одно «но». Президент Макрон, до того создававший себе имидж сурового и решительного политика, вдруг дал слабину и отодвинул введение налога на полгода вперед. Столкновения, правда, не утихли. Наоборот, желтые жилеты потребовали новых уступок. Повысить минималку, и Макрон снова согласился. А также ввести налог на богатство и, главное, чтобы президент Франции подал в отставку. Почему Макрон поддался, большой вопрос. Но это, собственно, не так уж важно. Проявлять слабость президентам Франции опасно. Как бы ни вышло по пословице «каготок у вас, все птички пропасть». Сегодня желтые жилеты – головная боль Европы, а то и всего мира. Ничего не попишешь, глобализация. Повысить налог на бензин Макрон хотел не просто так, а чтобы, среди прочего, выполнить свою часть Парижского соглашения по борьбе с глобальным потеплением. На словах почти все согласны, что выбросы углекислого газа нужно уменьшать. Но когда ходит до дела, пиши – пропало. То бизнес против, то, как во Франции обычные люди. Повысить налог Макрон хотел на 3%. Если даже это невыполнимо, не накроется ли медным тазом все Парижское соглашение? По этому поводу в Твиттере уже резвится Дональд Трамп. Видите, я же предупреждал. Чистая правда, Трамп всегда был против. Тем более, что соглашение подписывал ненавистный Обама. Для будущего Европы важнее другое. Пока что ЕС руководили сильнейшие экономики региона – Германия, Франция и в какой-то степени Великобритания. Британцы рвут когти. Даже если новый референдум состоится и отменит Брексит. С лидерством в Великобритании на долгое время покончено. Ангела Мертли сдает позиции. Ей не до Европы. Она спасает свою партию. Надежды была на Макрона, но он, как видим, тоже занят совсем другим. Недаром журналисты пишут, что европейская революция Макрона провалилась. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе? Кто поведет Европу в светлое будущее? Мы здесь подумали и решили предложить назначить лидером Финляндию. Прекрасная, спокойная страна, дружит со всеми и делает светских движений. Может, если бы во голове ЕС действительно встали финны, нам всем немного полегчало. До встречи через неделю.